Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале FastGuerTV и добро пожаловать в прохождение первого по-настоящему крупного эксклюзива на PS5 Returnal. Прохождение записано в 4К 60 фпс полностью на русском языке и после полного прохождения сюжета вас ожидает серия стримов, в которой мы с вами добьем платину, потому что я так хочу. Давайте начинать! Поддержите прохождение лайком и комментарием. Итак, устройство вывода звука. Звуковая панель. А поменять нельзя? Я, типа, не хочу, чтобы геймпад издавал звуки. Ну ладно, субтитры да, язык субтитров русский, размер субтитров сделаем побольше, режим для дельтоников нам не нужен, сетевое да. Озвучку, как я понял, поменять нельзя. Ну, в смысле, отдельно от букв. Но я не хочу звуковую панель. Ну что ж ты такой? Вы используете звуковую панель максимальный... Он у меня выключен, поэтому ладно. Не суть. Returnal задумана как сложная игра. Каждый цикл — это новые испытания, награды и метаморфозы. Подстраивайтесь под меняющиеся условия и преодолевайте трудности, чтобы продвинуться дальше. Каждый раз, умирая или выходя из игры, вы возвращаетесь на место крушения и теряете весь непостоянный прогресс. Чтобы приостановить цикл, воспользуйтесь режимом покоя консоли. Вот так вот. И пока я не уверен, как это на самом деле работает, но... Почувствуем на себе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приятное приземление. Прыгать пока не могу, и вы бы знали, насколько круто тактильно Дуалсенс работает в этой игре. Я чувствую каждый удар дождя. Ну не каждый, конечно, но... Что это за дрянь... Покидаю Гелиас. Иду к источнику сигнала «Белая тень». В лесу много руин инопланетного происхождения. Древние стены, фундаменты, статуи. Разведка Атропас. Нашла труп разведчика Астра. Проверяю идентификатор на шлеме. Это... Мое оружие. Продолжаю двигаться к источнику сигнала. Это я. Это мы, селена с тобой. Что это? Аболит. Источник питания для инопланетных устройств. Хорошо. Компьютер скафандра. Просмотр карты. Состояние скафандра. Снаряжение. Хранилище данных. У нас имеется в таком интерфейсе. Состояние. Это... О боже. Загромождено очень. Кислород. Радиация. Атмосфера. Давление. Не знаю, имеет ли это смысл. Но слева и снизу инвентарь, как я понимаю. Справа сверху параметры снаряжения. И хранилище данных. Неизвестный предмет. Предварительный анализ не представляет угрозы. Возможно, практическое применение. Сильфий. Умеренно восстанавливает прочность. Запертые врата и инопланетные врата с запирающим механизмом. Требуется ключ. Удальность śmоечного анализ tempo сброщила пер curves. Для пола предметов. Удальность м1 объема не станет майно к палеце. Удальность м2 объема не способна держа. Ставь метки верными, я redef existing. Одним объемом врата тут нет. как уворачивался то никак журнал журнал развязки до накопители astro модель 12 с аудиозаписью нашла запись добавляю в хранилище данных запускаю воспроизведение разведка адрабас 30 минут с последнего крушения целые участки этого леса меняются местами после каждой моей когда я возвращаюсь согласно протоколу astro меня не заберут пока я не найду источник сигнала если вы это слышите значит вы тоже здесь застряли атроповский ключ открывает защищенные врата и контейнеры ты записывала селена надо только понять почему не помнишь а то селена помнится рывок да только что нащупал сельфийская смола заполняет одну ячейку развития максимальной прочности и такого здоровья квадраты появляются из трех штук видимо увеличит максимальный объем здоровья если собрать три штуки ворота на разные расстояния при необходимости ой сюда лучше не падать как это открыть никак я думаю есть какой-то механизм который отвечает за лазера только надо понять где он потому что судя по карте там очень много хороших плюшечек лежит и вся обнаружена охранная система больше ничего не скажешь и внутри и нигде ничего нет что же в таком случае пока что проходим мимо адреналина уровень поднялся еще бы в таком-то месте улучшенное зрение скафандр то мнение обычные с улучшениями так ладно не будем медлить а то и правда всякая местная фауна здесь о господи порченый ключ открывает защищенные врата контейнера поражен порчи вероятность сбоя низкая порченые предметы порченые предметы с некоторой вероятностью могут вызвать сбой сбои негативно влияют на работу скафандра и даже блокируют некоторые его возможности ты типа если его возьму да вот и сбой эффективность ремонта снижена на 30 процентов с будет и негативный эффект вызванный порченым предметом или паразитом для устранения сбой выполните задание в левой части экрана убить 20 противников неприятно что мать твое такое я обнаружила сложную очень трудную непланетную существо вероятно строители этих может это они губу 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 офигеть архитектуру конечно пугает я вижу враждебного хищника ух ты это сильный парень даже не знаю смогу ли я вряд ли а я могу как-то починиться может быть а нет без шансов а 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 и а а а с бои собрана болитов просто статистика матрица хранилища данных время использования скафандра сведения о скафандре это что эфир сирена вас с вам предписывается вернуться прервать текущие фишер корабль разведчик записи так это наверное уже выходом но пока нам более ничего тут недоступно кроме может быть вот этой комнаты отдохнуть припудрить носик я б шутил вообще-то ну ладно я думаю смысл вы уловили селена возвращается в один и тот же цикл раз за разом с каждой смертью каждый раз теряя свой прогресс с каждой смертью вы возвращаетесь на место крушения без оружия артефактов и ресурсов которые получили в предыдущем цикле записи хранилища данных и постоянное снаряжение переходит из цикла в цикл используйте постоянные предметы для исследования новых областей и ускорения прохождения мы с вами пока что будем просто играть я попытаюсь ориентироваться как именно мы это будем делать как вы понимаете это может занять очень много времени мы сконцентрируемся на сюжете в первую очередь и как я уже сказал после прохождения именно сюжетной составляющей я думаю мы поймем когда это произойдет постоянные циклы будут разблокированы до бесконечности и мы сможем я бы хотел понять что вот это такое но видимо нет мы будем выбивать здесь платину пока я не отказался от оружия какого-нибудь получше сломанный калибровщик немного повышает квалификацию там какие-то лазеры мне мне нравится кстати чем это круто получается у практически всех экспириенс будет в плане именно общих рандомных комнат в определенном уровне разный так расскажите мне пожалуйста про адреналин хочу понять как он работает или нельзя ход исследования 4 процента герберон это пока что первый тип противника разве так он надо он так выглядит он странно немного нарисован смола болит снаряжение бесконечная бездна а где посмотреть то открыть обучение вот это адреналин ваш уровень адреналина повышается при уничтожении каждых трех врагов максимальный уровень адреналина 5 но при получении урона уровень адреналина обнуляется с каждым уровнем вы получаете уникальные эффекты дополняющие друг друга остальное пока понятно можно еще начать цикл заново начать цикл заново вот это вот я не могу поменять в принципе а спасибо что только сейчас узнал что плавать я не умею многие вещи придется видишь тестить на своей шкуре что не всегда приятно ладно я забираю свои слова назад мне стандартный костюм нравится больше но мне очень нравится как игра выглядит может быть даже не самим графоном хотя он тоже крайне неплох но стилем арт подходом окружением все такое необычное как минимум сундук похож на фотоаппарат на карте согласитесь что-то напоминающее так нам по идее в эту дверь давай только сейчас проверим вот здесь нужен ключ не нужен ключ это синяя дверь не знаю чем они отличаются я не уверен что это такое но лучше наверное не лезть а да пока сюда не пойдем мне кажется я там даже стоять не смогу урон от падения наслышан есть поэтому лететь сломя голову не стоит атроповский зарядник добавляет оружие она дополняет оружие альтернативным механизмы стрельбы используете чтобы уничтожить на рост вау а как круто это работает то есть я прицеливаюсь и мой ну place station 5 адаптивные триггеры все дела нужно дожать триггер, и только тогда оружие зарядится до второго уровня, это так круто. Тактильно, к сожалению, это вот такие вещи, которые вам объяснить просто не смогу. Но вот противникам нравится. Но перезаряжается долго. Нужно будет привыкать, кстати, потому что я могу в альтернативный режим огня выйти просто по привычке, я же нажимаю и прицел. Адрин, не-не-не! Куда ты? Все, усканировать. Отлично. Лючек. Что это? Эфиры. Постоянный ресурс, который взаимодействует с иными временными потоками и снимает порчу. Загадочный ресурс, который не пропадает даже в случае вашей гибели. Чтобы получить эфир, взаимодействуйте с мертвыми разведчиками и проходите ежедневные испытания на корабле. Понимаю. Опс. Ха. Понял, не мой уровень. Ну, здесь тоже. Судя по всему, разные стены, разное оружие. Вот в этот тоже, наверное, не стоит лезть. Хедкраб какой-то. Меня немного крепует, что у этих ребят горят глаза прям желтым. Они как будто наблюдают все время. Сколько я здесь нахожусь. Получено инопланетное оружие. Устройство похоже на наш карабин. Параметры особенностей оружия. С помощью квалификации можно разблокировать новые особенности и параметры оружия, чтобы повысить квалификацию и уничтожать врагов. Все просто. А здесь что-то есть. Что там? Инопланетное устройство для активации требуется некий предмет. Может быть, это мы бьем прошли? Ну, кстати, возможно. Так, как ты стреляешь? Я могу особо не париться с патронами. Ну, прям просто, да. Автомат автоматом. Ты только глянь на это. Разведка Атропоса. Кто отправил сигнал? Про белую тень знаю только я. А тут вдруг слышу про нее снова. Может, тут замешаны когниты? Ну, откуда им знать? Остается только верить, что вместе с источником сигнала я найду ответы. Ах, и проблемы. Ах, иди отfalls. Ах, иди от girls O. Ах, иди от за словно услуг簡альные меры. Да иди сюда, давай. Умные, не лезут, понимают, что преимущество есть. Пробивание броненым разблокировали, отлично. Экранирующая склянка создает щит, защищающий от следующего удара. Так, расходники. Одноразовые предметы с уникальными эффектами, у вас может быть несколько копий одного и того же расходника. Но я же понял. Слушай, знаешь, чего я не могу понять? А как мне менять? Или я не могу? Оу. Я не могу менять оружие. То есть я стреляю с автомата, я просто стреляю с автомата. Я не могу взять пистолет обратно в руки, я на все кнопки уже понажимал. Странно. Как минимум. Регенератор инопланетное устройство для переработки материалов. Результат неизвестен. Внимание взаимодействия может отрицательно сказаться на прочности скафандра. Ну, у меня щит. Почему бы не попробовать? Возможно, мы умрем. Оно не может сказаться. Оно сказывается негативно. Мне вообще теперь скафандра нет. Патраха на 20% увеличивает вероятность того, что враги взорвутся после смерти. Ну, потрясающе. Ратефакты. Это предметы, вызывающие положительные эффекты. Одни действуют сами по себе, другие необходимо активировать. Просмотреть их можно на вкладке снаряжения. Вкладка снаряжения. Он просто действует. Ну, то есть вот, да, у меня горизонтальный залп, пробивание брони, но выбрать пистолет я не могу. Видимо, по принципу... Наверное, потому что энергия, которую я стреляю, она идет от костюма, и если я не могу стрелять на одном оружии, то я не могу стрелять в принципе. Скорее всего, это так. Это, это, это было бы логично. Блин, вот как мне... Не так. Нужен как будто какой-то огнемет. Все это выжить здесь. Блин, ну вот это! Это еще и никак убить нельзя, фу. А бой сейчас был напряженный, между прочим. Я взаимодействовала с другими версиями себя. Но боюсь, что однажды испытают то же самое, став одной из них. А впрочем... Действительно ли они это я? Или же просто пустые оболочки? Возможно, это и есть мое будущее. Или прошлое. Меня немного напрягает, что пока что это только самые... ...простые противники. Они даже практически ничего не делают. Они просто стреляют шариками. Хотя здесь все стреляет шариками. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-спокойно. Хорошо, что я не получаю за это урон. Ну, может быть... О, нет! Так, давай-ка мы не будем торопиться. Странно просто не торопиться во время боя такого. Этому парню наплевать. Причем конкретно. Угу. И это удивительно. Но ему все еще плевать. Так, вода. Но плавать мы в ней не умеем. Такие комнаты как будто... Как будто какие-то телепорты. Как будто я смогу перемещаться между этими комнатами, если получу устройство. Интересно, кстати, сохраняется ли устройство при... ...смерти в цикле. Или нужно будет каждый раз набирать заново. Что ты мать твою такое? Сюда пройти не могу. Туда пройти не могу. Ключ забрали. Но сундук не откроем. Это правда, что с ним делать-то? Я могу попытаться пройти мимо него, но никаких... ...никаких слабых мест у него я, к сожалению, не вижу. Не ключ, да? А может быть, нет. Там нужен артефакт. Если бы нужен был ключ, там бы так и написало, что ключ. Нет, я могу попытаться быстро прошмыгнуть. Возможно, здесь я и умру. Нет, там был сундук. Привет. Обнаружила на телекогнитое инопланетное устройство. Сканирование указывает на возможность модификации для скафандра. На вид устройство. Безопасно. Интеграция в систему прошла успешно. Начинаю функциональную проверку. Теперь ваш скафандр может использовать транслокаторы для телепортирования. Я же говорил. Плечицу. Падение было не из приятных, а это вот оно и есть, да? Да, как раз это точечный транслокатор. Какой был шар. Как я понимаю, то есть... Это вот первая загадка, которую нам нужно было решить, и мы это сделали успешно. Я хочу залезть наверх, если есть такая возможность. Потому что мы там пропустили сундук. На возможности, видимо, нет. Но вон там... Можно оказаться, и я думаю, между прочим. А, это работает даже так. Для очистки требуется три эфира. Вероятность сбоя умеренная. Но это же контейнер. Была не была. Ход агент альтернативного огня мгновенно восстанавливает огонь. Это типа раз... А, расходник может быть один. Расходник может быть один. Угу. А транслокаторы работают между двумя. А, то есть это не... Не полная телепортация, как я подумал. Это просто перемещение между двумя точками. Грубо говоря. Транслокаторы вот здесь. Или это нет транслокатор? Это транслокаторы, но рядом активных нету. Если есть активный, то он сразу показывает возможность перемещения синим шаром. Поэтому имеет смысл вернуться сейчас. Откуда я? Вот отсюда я пришел, да? Отсюда мы пришли. И вот он. Мне... Только хотел сказать, мне нравится количество ресурсов здесь разбросанных. Откуда вы вылезли такие умные? Кошмар. Вау, вау, куда? Сканирование. Используйте сканирование карты, кстати говоря. Или нет? А, да. Можно куда-то наверх, но я туда не запрыгну просто пока. Пока. Что это такое? Обнаружена технология, производящая другие устройства. Хранилище аболитов. Устройство, обменивающее аболиты на эфир. По всей видимости, определенное количество аболитов запускает какую-то реакцию. Разведчикам предлагается приложить совместное усилие. А, подожди. Это вот как раз та ежедневная, да, история? Фабрикатор, инопланетное устройство для производства предметов работает на аболитах. Это про что речь? Усилитель прочности увеличивает максимальную прочность на 25%. Аболитов не хватает. Фабрикатор, это как раз вот это все. Угу. А это, видимо, какой-то типа сборочный, чтобы люди скидывались сюда со всего сервера и таким образом те, которые внесли вклад, получат какую-то награду, видимо. Так, а фабрикатор. О, боже. Кладагент альтернативного огня. На расходник большая склянка с сильфием значительно восстанавливает, ну, типа, хилка. Продвинутый калибровщик невероятно повышает оружейную квалификацию. В эмпиризм адреналина прочность восстанавливается на 5% от нанесенного урона за каждый уровень адреналина. Или адреналиновые стимуляторы. Вы получаете 5% к урону от оружия за каждый уровень адреналина. Эм... Можно купить бафы. Я куплю вампиризм. Ну, вообще, в рогаликах люблю пользоваться вампиризмом. Довольно крутая штука. Ты таким образом не привязан к лечению. Все зависит от твоих ручек. Письмена когнитов. Отлично. А вот они, видимо, образец шифра. Собран образец 1. Спорим, их там больше, чем 1? Ну, в плане шифров. Инопланетный символ. Собран образцов 1 из 2. Ммм. Ну, здесь, да. Много такого сборочного. И, причем, что меня немного напрягает, возможно, это придется собрать все. Придется это все собирать, а... Мир-то рандомный в некоторой степени. Это что за деревянная дрянь? Так, Селена. Я понял. Уходим. Тут уже не по ваншоте. Что это такое? Да. Да. Преобразователь аболитов. Улучшает прочность скафандра за счет собранных аболитов длительность 30 секунд. Не хочу. Как-то не очень интересно звучит. Так, это пока что самые жесткие противники. Ну, вот в плане по... опасностям. Чувствую, я вижу конец цикла, хотя... Хотя нет. Получили ключик, и если сундук сверху доступен, то будет он открыт ежесекундно. До него как-то можно добраться, но я думаю, это связано вот с этим непонятным источником. Поэтому инструмента, скорее всего, пока что у нас нету. Сломанный калибровщик. Это много эфира. Это порченный аболитовый обломок. Содержит большое количество аболитов. Поражен порчей, да, требуется 4 эфира. Но эфир будем накапливать. Смотреть эфир же он не теряется. Мы, получается, теряем что? Оружие улучшения эоболиты. И все. утробный изрыгатель со звездочкой, разрывная граната, бонус к урону, силу оглушения, узкая пасть, можно будет разблокировать. не представляю, что это, но мне нравится, что там есть цифра 1. Это дробовик. попал гранатой. Попал гранатой. Так, ну я пока остановлюсь при своем автомате, я понял. Он мне как-то больше зашел. У него урона вроде побольше, не знаю. встретила какой-то живой организм. Выглядит мирным. Он присосялся к моей руке. Он не проявляет агрессии. Он укрепляет и в то же время ослабляет мой скафандр. Паразиты и ослабляют и усиливают ваш скафандр. Нажмите, чтобы просмотреть статус скафандра информацию о прикрепленных паразитах. Снижает вероятность сбоя, но устранение последующих сбоев потребует больших усилий. Ага. То, что оно сидит у меня на руке, это прям вот так надо, да? Да. Аппетитно. Аппетитно. Не спорю. Транслокатор? У меня вот единственное в этом транслокаторе, куда вот он ведет? Ааа, вот это вот уже любая телепортация. Угу. Все-таки такие глобальные транслокаторы тоже имеют... Только не... Ааа, понял. Теперь это мои новые друзья. Постоянные мои новые друзья. я хочу здоровья. Блин, а Селин ты не такая управляемая, как я думал. Я думал, она все-таки чуть-чуть... Ох, боже мой, вот это впитывать прям... Прям никому не посоветую, врагу даже. но я вам скажу так, игра требует адаптации, это сто процентов. абриналинчик. Кумпиризм мой, давай. Посчитываю на тебя. нет, ты напоследок. Ты у меня напоследок, друг. отлично. Главное их контролировать. Я как-то вижу некоторые аналогии с думом даже. Надо просто контролировать положение противников в пространстве и все будет хорошо. На нижнем этаже есть даже оружие какое-то. да, конечно. Утробный изрыгатель второй категория. Но, блин, он... Мне не нравится принцип его работы. То есть, если с этим автоматом я могу отойти назад и расстреливать противников издалека и там еще, ну, вдобавок самонаводящиеся гранаты, то, блин, этот гранатомет, дробовик какой-то, не знаю. Ну, потрогал я его, но ни о чем. Так, синие двери, как я понял, да, означают какое-то либо улучшение, либо возможность. Что это? Предварительный анализ не представляет угрозы, возможно, практическое применение. Улучшение скафандра. Реконструктор. Инопланетное устройство для точной реконструкции сложных элементов биома. Нужен эфир. Угу. Много здесь тайн. Которым пока что нет ключей, к сожалению. Намек понят. Беги, селена. Беги, селена. Это так похоже на мой скорый конец. Хм, подожди, вы уверены, что я тут жертва? прощай, дружок. Вот, а вот теперь крабин с улучшением и его более усиленная версия. Моё оружие мне нравится. Слушай, ну, вампиризм был, по-моему, отличным решением. Прочность скафандра повышена. Вот, мы получили дополнительный, ну, правда, там сколько, я не знаю, процентов. Пять, максимум. Мы продолжаем собирать. Лишним здоровья не будет. Слушайте, ну, давайте, я думаю, мы будем идти логикой следующую. У меня нет никакой цели умереть прямо здесь и прямо сейчас там закончить цикл и делить серии по циклам, поэтому мы прямо на этом этапе и пока что первую серию подведем к концу. Что я могу сказать? Игра крутая, однозначно, пока что она мне очень нравится. Она в меру сложная. Посмотрим, какие противники пойдут дальше. Я думаю, что чем дальше, тем будет только интереснее. Много тайн, много ключей, много загадок, но мы с вами будем продолжать уже следующей серии, поэтому на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok,